Народный интерес И поэтому, пожалуйста, сядьте у своих радиоприёмников, подумайте, что у нас в жизни самое главное, о чём вам хочется рассказать и вообще поведать всему миру. И не просто рассказать, но и сделать так, чтобы у нас жизнь хоть немножко изменилась. Вот знаете как, времена меняются и меняется наша жизнь. У нас слушатели в основном среднего и старшего поколения, и все помнят, конечно, помнят, как писали открытки. И как вот это, открываешь почтовый ящик, и там 10 штук читаешь от родственников, от знакомых, от близких, приятно, почитали открытки. А письма? Как мы писали письма? Вот я помню своё детство, приходили письма из деревни, из каких-то других городов. Отец или мама говорили, ну, садитесь все. И вот мы, у нас было трое детей у родителей, мы садились, и эти письма читались вслух. Здравствуйте, дорогие Стёпа, Женя и ваши милые детки. Аллочка, Танечка, Верочка. Спешу сообщить, что мы все, дальше идёт длинный перечень всех нас, живы и здоровы, чего и вам желаем. А ещё у нас, ну, и дальше идёт рассказ о том, как живёт эта деревня. И вы знаете, что было интересно? Вот эти чтения, писем простых таких, совершенно бесхитростных писем, оно объединяло нас, объединяло тех, кто находился за 100 километров, за 50 или за 1000, и объединяло нашу семью. Мы слушали эти письма все вместе, а потом писали. Мама говорила, Танечка, мне совершенно некогда сегодня, ты напиши письмо бабушке. И Танечка садилась и писала письмо бабушке. А мама говорила, ты не забудь написать вот это, и напиши, что вот мы сейчас собираемся, ну, что-то сделать там, пойти куда-то отдохнуть или сделать. Вот мы купили курочек, напиши про курочек, вы знаете. И это был своеобразный урок жизни. Почему? Потому что ты сразу, что главное, что второстепенное, о чём надо рассказать, что будет бабушке интересно или будет интересно тёте, и так далее, и так далее. Сейчас эта культура уходит, культура письма. И вместе с ней уходит что-то очень-очень важное. Рушатся связи, разрушаются связи не только между поколениями, но и между нами, живущими, ну, казалось бы, людьми одного поколения. Редкие-редкие открытки к праздникам. В основном смс-ки. Ты где? Когда будешь? Что купить? Вот примерно те письма, которыми мы обмениваемся сейчас. Ну, есть, конечно, электронные письма, но электронные письма – это тоже электронные письма. В них нет души. Почему? Потому что ты не видишь, как человек брал ручку, как он садился, как он искал конверт, как он писал, потом думал, нет, ещё подпишу что-то. Ну, я скажу одно, что то, что у нас происходит на Народном радио, пока ещё вселяет маленькую надежду. Почему? Потому что те люди, которые приходят к нам на эфир, очень часто смотрят, видят коробку, которая стоит рядом со столом и говорят, а что, вам письма пишут? Да, пишут. Да вы что, разве кто-то сейчас читает письма? Читают. Вот мы читаем эти письма. И иногда даже отвечаем. Я говорю, иногда с горечью. Почему? Потому что ответить на все письма просто невозможно. Я одно время пыталась это делать, потом поняла, что надо просто сесть и только писать, писать и писать, больше ничего не делать. Поэтому простите все, кому не отвечаю, и чьи письма сегодня не упомяну. А почему ещё важно писать письма? Потому что вот то несущественное всё-таки человек отбрасывает, что неважно сегодня. Он пишет о самом важном для себя. Кто-то пишет о том, что сломали забор у него в огороде, кто-то пишет о том, как спасти Россию. Ну, понятно, что для этих людей в эту минуту именно это важно. И я должна сказать ещё одну вещь. Вот если разделить все письма, которые мы получаем на частные и на, я бы сказала, государственные, то мы увидим, что этих государственных гораздо больше, чем личных. Потому что люди пишут, надо что-то делать, надо что-то менять, надо как-то по-другому относиться к жизни. И вот есть у нас человек такой, слушатель Гаврилов, я ему очень благодарна, пишет из Краснодара, сейчас вот я посмотрю письмо, Краснодар, посёлок Калинина, улица Седина, вот что-то такое непонятный почерк. Он пишет от руки всё, и письма большущие, большущие. И похоже, что вот он пытается меня, ну, как бы поддержать и назвать новые темы, и менять мироощущение не только моё, как ведущий, но и многих наших слушателей. И всегда приводит какие-то важные цитаты, нужные цитаты. Но у меня к нему очень большая просьба, не пишите таких больших писем. Пожалуйста, пишите, вот понимаете, парадокс. С одной стороны, хочется длинных, хороших, умных писем, а с другой стороны, понимаешь, что поток времени настолько безжалостен, ты, если остановишься, просто тебя этим потоком вынесет куда-то в другое место. Пишите о том, что вам интересно, ваша жизнь, с чем вы сталкиваетесь, что именно вас сегодня больше всего тревожит. Хорошие размышления о том, как мы жили, о том, как мы сейчас живём, это размышления, но, вы знаете, их очень много, и очень, когда вы пишете ссылки, даёте ссылки на разных авторов, на газеты, это всё-таки не совсем ваши письма. А вот вы пишите, что вы, лично вы чувствуете, что лично вы предлагаете сделать. Потому что хорошо критиковать, это очень хорошая позиция, сел в уголочек, спрятался за кустик и критикуй всё. Ну, критикуй, а кто говорил? Классик, критикуй и предлагай. Ну, и кроме того, критика без позитивной программы, ну, я бы сказала так, безнравственно, потому что надо действовать. Ну, если уж я сказала о впечатлениях, с которыми было бы хорошо познакомиться вам, прежде чем вы думаете, о чём вы будете говорить и сообщать здесь, в эфире, я расскажу о своих впечатлениях ближайших. Ну, я же народ, вы согласны с этим, что я такая же, как вы, я народ. Вот это народный интерес, мой интерес. Так, наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. А прежде чем вы будете, сейчас пока не звоните, я о своих впечатлениях расскажу. Совсем недавно я была в санатории. На 18 дней отправилась в санаторий в Сочи. Вот приятные впечатления, правда, санаторий? Это вообще что-то из плюс-квам-перфекта, то есть давно забытое старое. Санаторий в Сочи, санаторий называется Магадан. Знаете, что поразило? Санаторий был основан в 1947 году для того, чтобы люди, работающие на севере, санаторий называется Магадан, могли отдыхать и поправлять своё здоровье. Слушайте, меня вот это потрясло. Два года прошло после страшной войны, и спустя эти два года был построен санаторий. Это потрясло. Что ещё потрясло? Совершенно замечательный, уникальный парк. Он был заложен ещё графом Шереметьевым, а потом вот до сих пор его обихаживают, его оккультуривают. Ну, просто замечательный, роскошный парк. Замечательно, здорово. Что ещё потрясло? А потрясло вот что. Что мы превратились в страну одиноких старух. Смотришь, кто отдыхает? Бабульки, которым от 65 или 60, ну, может, 55, кто во сколько, там ветераны, инвалиды, и какие-то самодеятельные, скажем, приезжие. И в основном женщины, пожилые женщины, мужчин почти нет. Почему? Не доживают наши мужчины до пенсии, а если доживают, то им не до лечения. Очень мало мужчин. А если есть мужчины, были мужчины, слушайте, поджары, довольно молодые, с какими-то живыми глазами. Ну, я не выдержала, конечно, стала с ними разговаривать, не то что привязываться к молодым мужчинам, а думаю, интересно, откуда они. Вы знаете, это оказались шахтёры. А шахтёры, их было довольно, ну, они отличались от этих бабулек всех, шахтёры. Я говорю, а вы-то что здесь делаете? Оказалось, что все они инвалиды. У одного силикоз. Знаете, что это за болезнь, когда окаменение, по сути, происходит лёгких. У другого там что-то с позвоночником и так далее, и так далее. Они говорят, а почти каждый шахтёр инвалид. И дальше разговорились о том, как им работает. А сейчас я буду говорить о связях. Вот мы сейчас говорим Украина, Украина, и мы забываем о своей стране как бы. В это время как раз проходили самые страшные события. Я была, когда расстрел Дома профсоюзов в Одессе, когда Славянск, говорят, мы говорим Славянск, а не Славянск, когда там эти события. И вот эти шахтёры говорят. Знаете, у них глаза-то живые, но они такие грустные глаза. С ними разговариваешь, они говорят, вот говорят шахты на Украине, что там тяжело. А у нас-то легко ли? Говорят там копанки. Знаете, такие самодеятельные шахты, из которых можно вывозить неконтролируемо уголь, тайно его как-то продавать, неучтённые никаких не платить налогов и так далее. Так а ведь у нас-то то же самое. Я говорю, слушайте, а тяжело работать? Он на меня посмотрел, как на умалишённую. Говорит, ну а как думаешь? А потом я, ну а завалы? А он говорит, а вот меня ребята откопали, 40 метров был завал. И я подумала, какая должна быть сила дружбы, сила взаимовыручки, 40 метров завала. То ли ты найдёшь этого парня, то ли он уже погиб. Но копают и пытаются спасти. И мне показалось, что в этом есть какой-то очень глубокий смысл. Пытайся спасти. Вот как бы ни было трудно, как бы ни было тебе сегодня страшно, пытайся сделать всё, чтобы спасти себя, чтобы спасти своего товарища, чтобы спасти своего близкого, чтобы спасти свою страну. Ну вот, ещё что? Ещё хотелось бы... А, нет, всё, уже ничего не хотелось бы, потому что я вижу, что у нас звонок. Пожалуйста, говорите, потому что всё-таки народный интерес, и вы наш интерес. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда и что вы хотите сказать. Пожалуйста. Здравия желаю, Татьяна Степановна, Андрею Михайловичу, Московскую область. В минувшую субботу в Новоспасском монастыре, рядом с метро Форлетарская, выступил священник-отец Михаил, приехавший из Украины. Он рассказал, что 2 мая этого года в Одессе убит священник единственного храма Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. А всего 2 мая было убито более 300 одесситов. И он прочитал ещё письмо прихожанке из Финниции. Смысл его на Украине за 20 лет мало и плохо воспитывали детей и молодёжь. И сейчас, она говорит, мы имеем то, что имеем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам. И вот трудно говорить после таких сообщений. Священник ведь был там не для того, чтобы покрасоваться, не для того, чтобы собрать какие-то сведения, ещё что-то, а он был для того, чтобы вразумить толпу, скорее всего. И вот его гибель. Но гибель любого человека – это всегда трагедия. Гибель священника, который шёл донести Божье Слово – это гибель ещё страшнее. Знаете, вчера мне переслали, спасибо всем, кто посылает такие письма, переслали по электронной почте, видео из Красноармейска. Знаете, сейчас страшно жить. Почему? Когда ты видишь, что это не художественный фильм, не постановочный, а это жизнь и в реальной жизни, вот снято, как в реальной жизни убивают людей. И видишь, батальон «Днепр», какие-то наёмники пытались сорвать, и сорвали, кстати, референдум в Красноармейске. Собралась толпа, которые подошли, а как они пытались сорвать? Они огородили здание, где должен был проходить референдум, и стоят с автоматами. Люди подходят и кричат, что вы делаете? Мы вас не приглашали, мы вас не звали, зачем вы здесь? Опустите автоматы. А выходит один их какой-то начальник и начинает говорить, нас попросили, мы охраняем. Мы вас не просили, говорят люди. Ну, значит, ваше начальство просило. Покажите нам это начальство. Где это начальство, неизвестно. Люди пытаются кричать, пытаются говорить. Никто не лезет, не пытается там стукнуть по голове или отнять автомат. Говорят, что вы делаете? Почему? Мы безоружные. Все поднимают руки, показывают. У нас нет оружия. И вдруг раздается выстрел. Человек падает. Его ранили, не ранили, а его просто убили. И следом второй выстрел. Второй человек. Вы понимаете, вот толпа, люди, народ, которые пришли сказать, мы хотим провести референдум. Другое дело, давайте политические потом будут какие-то разборки. А их просто убили. И когда видишь это вот просто в прямом эфире, как видишь, как легко это делается. Вот была жизнь, и нет жизни. Это был человек со своей семьёй, со своими страданиями, со своими переживаниями, и нет человека. И понимаешь, что происходит просто сейчас какой-то слом эпохи. Нельзя так относиться ни к себе, ни к людям. То, что происходит, это чудовищно. Но что здесь ещё есть? Вот смотрят эти кадры дети и видят, как легко оказывается всё. Вот как жизнь, как игра какая-то. Постояли, кого-то убили, что-то продолжается дальше, жизнь продолжается. Таким образом идёт какое-то, я бы сказала, антивоспитание. Что делать, я не знаю. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые авторитеты Народное радио. Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай. Я хочу, вот вы знаете, тут недавно был, ну недавно, может быть, полгода назад, был на центральном телевидении поставлен вопрос «Назовите выдающийся полководца к 9 мая». Но вопрос был поставлен некорректно. Конечно, против генералиссимуса нашего великого полководца Александра Васильевича Ормана никто претензий не имеет. Но нужно было поставить вопрос «Назовите». Тех полководцев, которые непосредственно принимали участие в Великой Отечественной войне и в Второй мировой войне, я был на параде, на Поклонной горе и под Красными Знаменами. И там, и там. Мы просто ходили специально опрашивали. И все, особенно фронтовики, дружники тыла, называли Жуков-Сталин, Сталин-Жуков. Говорят, без них бы мы войну не... Конечно, там была Еликосовская, Конево, Слески. Они все по-своему выдающиеся. Но все фронтовики Сталин-Жуков, Жуков-Сталин. И еще такой один вопрос, это самое. Вот поднимают часто вопрос в народном районе все «Харит Ленин». Ну, зачем «Харит Ленин»? И у нас и так проблем всех хватает. Понятно, спасибо, Николай. Вы знаете, как легко повернуться назад, оглянуться и плюнуть туда. А история такая, какая есть. Вот наша история, давайте не... Я совершенно с Николаем согласна. Многое может нравиться, не нравиться. Но когда мы... Вместо того, чтобы смотреть вперед и смотреть... Да, оглядываться надо, но жизнь превращать в плевки туда, это бессмысленно. У тебя не останется сил на то, чтобы идти вперед. Все силы потратишь на вот это занятие. А я с вами абсолютно согласна, что вопрос был «Назовите выдающихся полководцев действительно некорректный». Как сравнивать? Один полководец на лошадях скачет, другой на бронетранспортере, третий атомным оружием машет. Понимаете, это разные совершенные эпохи, разные люди. А потом, какой полководец? А вот сейчас идет, мы сами понимаем, что самое главное идет информационная война. Кто здесь полководец? Какой полководец? Спасибо вам, Николай. У нас еще звонок. Я хочу, прежде чем дам вам слово, сказать, что получила письма очень интересные о том, как изменять ситуацию. Все, говорите, послушаю вас. Добрый день, Татьяна Степановна. Это Александр Иванович Москва. Здравствуйте. Вы совершенно правильно сказали, что вот идет и предыдущий радиослушатель, что воспитание детей идет просто на облыженном, фальсификации, на облыженном фальсификации истории. К сожалению, может кончиться так же, как и на Украине. Но сначала хотел бы вот по поводу шахтеров. Во время учебы в ВТУ у нас был товарищ, одногруппник, Сережа Себенев. Он сейчас живет в Первомайске, это Луганская область. Так вот, у него отец был шахтер. И вот как-то мы разговаривали по поводу пенсии, досрочного выхода некоторых категорий. Ну и всех, конечно, вспоминали вот это вот такие категории, легко выходящие на пенсию. И тут я что-то ляпнул по молодости, а он сказал мне такую вещь. Слушай, Саш, мой отец не дожил до этой пенсии. Он, вернее, вышел на пенсию и тут же умер. Ну, со всеми симптомами, которые вы озвучили. Поэтому это совершенно вот людей тоже используют ну, как материал. А теперь по поводу вот информационной войны, которая ведется против русского народа. И, к сожалению, в общем-то, некоторые радиослушатели, которые не дают себе труда самостоятельно разбираться в действительном положении дел, попадают на эту удочку. В связи с этим у меня, Татьяна Степановна, к вам предложение. Вот пригласить в передачу в частности Акчинского Владимира Семеновича. Я его телефон нашел, попробую с ним связаться и попробую уговорить его встретиться. Это, ну, для тех, кто не знает, генерал-майор Сицы занимается сейчас в Госдуме экспертно, в экспертном совете по противодействию коррупции и преступной деятельности. Второе, вторая кандидатура, он бывал на народном радио у Зинаиды Николаевны. Но вот что-то вот уже почти год его нет. Это Марат Мазитович Вусин. Он сейчас интереснейшие передачи ведет на телеканале, если кто вот интернетом пользуется, советую очень посмотреть. Называется нейромир.тв. Вот буквально два дня назад был просто потрясающий его аналитический репортаж, и я думаю, интересно было пригласить, но его координаты, вот есть, наверное, у Зинаиды Николаевны, кстати, приглашение его даст ответ на вопрос. Он сам в силу своего, своей занятости не присутствует, или к нему применяются какие-то там меры. Вот. А четвертый, третий персонаж, это вчера был в передаче у Краснобаева Решетников Леонид Петрович. Ну так вот, с ним у меня даже есть конкретная тема передачи. Он как апологет царизма выступает и охаиватель советского периода, несмотря на то, что прослужил в службе внешней разведки 15 лет до 91-го года и защищал диссертацию. Вот. Значит, у меня с ним вчера, ну, не состоялся такой разговор, вот, но я бы хотел с ним поучаствовать в прямом эфире. И даже тема есть, тема такая, значит, кто, зачем, почему, и что именно нам подсовывают в виде пропаганды царской России и охаивания советского прошлого. Спасибо. Все. Спасибо. у нас, Александр Иванович, очень интересно то, что вы говорили, но давайте так, чуть-чуть покороче, это раз. Второе, значит, приглашать, вот у меня ко всем к вам просьба, пожалуйста, дорогие радиослушатели, у вас есть родные, знакомые, близкие, вы можете найти кого-то, вот кого вы считаете, кого вы считаете необходимым, пожалуйста, сами ищите, а потом мне пишите, звоните, и мы будем этих людей приглашать. Что касается Марата Мусина, то он сейчас то в Сирии, то на Украине, то есть человек, который, ну, в России бывает довольно мало, но действительно его репортажи, его беседы крайне интересны, крайне любопытны и очень высоко профессиональны. Я попытаюсь пригласить, но если вы сможете, это будет еще лучше. Еще звонок. Так, наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Это Краснодар Людмила Николаевна. Здравствуйте. Татьяна Степановна, я тоже поразилась тому факту, какой потрясающий санаторий построил Сталин тоже после войны в Ессентуках, Шахтер называется, по сей день Шахтер. Это просто был дворец с колоннами, такой роскошный, и там всегда со всего Советского Союза отдыхали только шахтеры, только шахтеры. Понятно. Это один. И второе. Вы знаете, я вчера включила телевизор и по каналу ТВЦ уже в конце посмотрела фильм о генерале Льве Рохлине. Меня, конечно, потрясло. И вот Лев Рохлин выступал против развала в армии. И его тоже убили. И вот я считаю, что нужно о таких вещах говорить в открытую и находить действительно истинных убийц этого преступления. Понятно. Спасибо, что вы слушали. Спасибо, Людмила Николаевна. Вы знаете, вот сейчас у нас очень много негатива. Я прочитаю одно письмо. Мне кажется, вот оно внушает надежду. Здравствуйте, Татьяна Степановна. Беспокоит вас Мария Николаевна, слушательница из Москвы. Собиралась написать письмо с похвалой в адрес народного интереса без кавычек, потому что да, действительно интерес и действительно народный. Как я себе представляю значение это слова. Но теперь напишу экономлю площадь страницы. Скажу только краткий комплимент. Такой школы для желающих именно из народа учиться и одновременно делиться опытом в доступном эфире нет. Это проверено. Проверено так же, что хвалить одного человека принародно не для всех приятно. Некоторым обидно будет. Внимание сегодня сосредоточу на одной из самых новых страниц передачи на работе с письмами слушателей. Появление ее естественно. Это мы с вами перебираемся на более высокую ступеньку организации нашей общественной жизни. То учились у других, а теперь выходит будем иметь возможность рассказать о том, что умеем делать сами и обратиться к коллективному разуму слушателями с вопросом кто знает как добиться успеха в каком-нибудь конкретном деле. А вы справитесь Татьяна Степановна? Со временем у вас как? Может быть вам кто-нибудь поможет на радио? Например, Татьяна Леонидовна, что-то ее давно не слышно. Или кто-то из молодых желающих поучиться у наставника. Мы слушатели, спасибо вам за это, тоже можем внести вклад, экономя время передачи, писать не больше страницы. Спасибо вам, Мария Николаевна, за такие слова. Сегодня хочется поделиться опытом, как письма помогли мне преодолеть страх. Посмотришь, бывало по телеку, ток-шоу, очередную насмешку над народом. Ударит тебя этим током, душа займется, садишься за письмо, а то и два дня подряд пишешь. Одно ведущим передачи, а другое их начальникам. Требую, чтобы отбирали ведущих не только по умению формулировать мысли и быстро говорить, а по желанию уважать и выразить народные чаяния, чтобы смотрели на эту страну нашими глазами, видели в ней родину, желали ей здоровья и учили нас активно помогать России. И тут я заметила, что когда письма готовы, отослать их порой не хватает смелости. Все грезилось. Подпишись, я своим именем и доверь домашний адрес. Сразу придут, выдергивают провода из компьютера и унесут его разбираться. А что у меня еще есть? Если бы не написание писем, я бы никогда не узнала, что во мне сидит такая пугливость. Я бы так и мнила себя смелым человеком. Какое-то время я хитро прибегала к псевдониму, а избавилась от страхов при помощи писем. Но сперва был пример для подражания. Один из гостей народного радио, народного интереса, рассказал в нашем современнике, как его коллеги, борясь за Курилы, написали письмо в администрацию президента. И когда им не ответили, начали донимать их чиновников телефонными звонками. Я себе подумала, ничего себе, вот мужество. И этот пример стал для нее, вот здесь у меня время истекает, я коротко. Меня связали с другими участниками Комитета спасения Курил. После переписки с ними я поняла, что каждый активист, общественник проходит через период одоления страха боязни отвагой. Поскольку у женщин с отвагой напряженка от природы, я начала воспитывать себя уговорами, что родине требуются смелые, деятельные люди. Даже записки на ночь писала, изредка обращалась к Богу. В результате осмелела. Но с хитростью решила не расставаться, она мне еще пригодится. Так вот, буквально на днях мне позвонили из Генеральной прокуратуры и уточнили, на какой адрес им следует послать ответ по коррупции, которую сделала наша слушательница. Мария Николаевна, вам просто огромное спасибо. Это уроки жизни, уроки письма. 629-08-73, наш телефон, код Москвы 495. Сегодня наша передача так и называется, общение со слушателями. Так что общаемся. Я начинаю с письма нашей слушательницы, так, 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 Румянцевой, Нины Леонидовны, Московская область, город Видное, 2, улица 2, набережная, дом 20. Вот что пишет наша слушательница. Добрый день, уважаемая и даже дорогая Татьяна Степановна. Сначала хочу вам сказать, что готова вам помогать. Рассчитывайте на это по мере сил. И диссертацию пока бросить не решаюсь, потому что стыдно перед теми, кто поддержал. Народное радио. Я вижу как центр кристаллизации авангарда общества. Кто этот авангард? Это люди-коллективисты. Если определить коллективизм как осознание и восчувствование себя частью целого, вызывающее поведение, способствующее сохранению этого целого. Целое может быть разного уровня. Соответственно, и коллективизм этот разного уровня. Коллективист жертвует личным для сохранения целого, которому что-то угрожает. На уровне целого отечества эти коллективисты, патриоты, авангард общества. Как кристаллизовать авангард? Предлагаю, как альтернативу заявленной программе «Ваш выход. Ищем таланты» программу. Пишем книгу коллективистов и патриотов. Пишите нам о них. О тех, кто своими делами, а не словами, проявил себя, как готовый для сохранения целого отдавать больше, чем брать. С этой книгой и ее героями знакомить слушателей и их выдвигать во власть. Вот как бы я начала эту книгу. В эти дни настолько обострена ситуация на юге и востоке Украины, настолько страдает там наш братский народ, что сердце горит, а память отодвигает всех наших русских патриотов перед патриотами Украины. Ну и дальше о патриотах Украины, но дальше я продолжаю. Продолжила бы я эту книгу сотрудниками и большинством гостей Народного радио, потому что сюда и пишу, потому сюда и пишу. Здесь центр нашего русского патриотизма. Вот здесь, вы извините, я буду читать, потому что Нина Леонидовна просит. Из сотрудников посчастливилось лично познакомиться с Татьяной Степановной Федеевой. Спасибо. Да, Татьяна Степановна, не выкидывайте из моей песни слова, если уж доверили ее сочинить. Я знаю, что мы несем ей проблемы своей и своей Родины. А она их берет у нас и отдает им свое здоровье. Ну, давайте уж так, не сильно я ей отдала это здоровье. Так, с Николаем Васильевичем Масловым лично не знакома, но вся работа этой радиостанции и ее идейная основа заложена и удерживается им и говорит о нем как о нравственном лидере этого замечательного коллектива. Я лично не знакома со слушателями Народного радио, но слышу во многих их репликах боль за свою страну. А те, кто пришли на помощь радиостанции при скромных собственных средствах к жизни, конечно, настоящие патриоты. А вот теперь могу сказать о коллективистах в моем окружении. И дальше вот самая интересная часть этого письма. Хохлова Галина Ивановна, руководитель семинара «Применение методов естественных и точных наук для анализа социальных процессов в общественной организации Московском обществе испытателей природы при МГУ». Семинар научный. Здесь отрабатываются образы и проекты будущей России. И сюда приходят энтузиасты, готовые не зарабатывать, а творчески работать на общественных началах. Но Галина Ивановна не останавливается на этом. Она деятель. Она ищет пути для вывода страны из кризиса. Сейчас препятствую разрушению Российской Академии Наук, участвуя в работе Орг. Комитета Конгресса работников образования, науки и культуры и других мероприятиях, помогая скоординироваться в целом научному сообществу. Галину Ивановну не застанешь дома весь день в такой общественной работе. Она ведь не молодая, давно на пенсии. Или вот, возьмем Роберт Иванович Вавилов. Слушайте, как я люблю рассказы о людях, которые не только для себя, но и для людей. Итак, Роберт Иванович Вавилов, футбольный тренер. И тоже, как и Галина Ивановна, на общественных началах. Его ребята, студенты МИФИ, много раз становились чемпионами района и завоевали право играть в высшей студенческой лиге Москвы. А когда у НИЯУ МИФИ, вот не люблю аббревиатуру, не нашлось денег на аренду зала для тренировки и проведения игр, Роберт Иванович сам нашел деньги, а аренду ему помогли оплатить его дети, друзья, бывшие игроки, которые занимаются бизнесом. А ведь он тоже не молодой. 77 лет, но ребят не бросает. Слушайте, какие замечательные люди. Ну вот я о замечательных людях. Вот у меня письмо коротенькое, коротчусенькое. Мы оказывали помощь Народному радио Гунчарова Зинаида Яковлевна и Думкин Владимир Николаевич. Вот спасибо вам, Зинаида Яковлевна, спасибо Владимиру Николаевичу. А вот письмо от Полиховского Геннадия Львовича. Геннадий Львович не только письмо написал, но даже вложил сюда квитанцию, что он отправил деньги и пишет, вот с каждой пенсии по 500 рублей отправляю на поддержку радио. Наталья Сергеевна Мезенцева, фонд во имя святого мученика Ванифатия. А вот кто-то написал, дорогая Татьяна Степановна, будьте здоровы, не болейте. Ну, наверное, я чихала в эфире, не иначе. Гомеопатия вам очень поможет, инструкция внутри. Вот. Так. Ну, что? Всё. Всё. Звонят люди. Да, кстати, о звонках. В перерыв позвонил Юрий Фёдорович Татьяна Степановна. Скажите обязательно то, скажите это. Я всем говорю, говорите сами. Почему я должна ваши мысли, как... Если вы написали, другое дело, но очень коротко. Пожалуйста, звоните 629-08-73 и говорите сами. Юрий Фёдорович, будем вас слушать, а сейчас не знаю кто. Принимаем звонок. Всё, слушаю. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Степановна. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Юрьевич, я из Подмосковья. Народные интересы, у меня тоже много чего болит на душе. Я тоже народ. Вот, очень коротко расскажу, что конкретно меня волнует. Все эти 23-24 года, на мой взгляд, корень всех проблем наших лежит в одной плоскости. Она называется развращение людей духом стяжательства, неудовольствия тем, что имеем. Это отгораживает, вынужденно отгораживает людей друг от друга, потому что каждый думает о себе, ну, конечно, не все есть и другие, но в целом. Понятно. Что делать? В целом, что делать? Надо ломать это все. Нельзя деньгами мерить все свои жизненные интересы. Вот что надо делать. Все, понятно. Спасибо, Владимир Юрьевич. Действительно, вот я поражаюсь. Смотрите, миллиардеры, олигархи нахватали денег, а МБМС говорят, а вот санкции. И там то ли замерзнут эти деньги, то ли вот ты их получишь, то ли не получишь. Зачем? Ну, стал ты богаче, ну, стал ты счастливее от этого. Вот недавно Демин Андрей Константинович у нас выступал в эфире. Он сказал, Плёс, ну, чудесное место, и там вырубают лес, потому что сыну одного нашего очень-очень-очень-очень-очень большого начальника плохо там дышать, у него аллергия. Он может приезжать туда раз в год, но вот решили, ради него давайте вырубим лес. А вы подумали о людях, которые там жили? Левитан писал там, я не знаю, тысячи художников были, такая красота. А вот сыну большого начальника плохо дышится. Да пусть едет в пустыню куда-нибудь, у нас хорошие места есть, степи есть, Сибирь, наконец, в Магадан можно, прекрасное место, хорошо дышится, свежий воздух всегда. Так, то есть в деньгах счастья нет. Это люди с возрастом это понимают. А вот эти, вы знаете, кстати, кстати, вы знаете, что интересно, как у нас всё связано? Вот слышим, Коломойский, Днепропетровск, вот про деньги-то сказали, я сразу и вспомнила. А ведь у нас продолжает действовать приватбанк в Москве, то есть кто-то вкладывает туда деньги, это он московский Мосприватбанк называется. А я посмотрела, и даже, знаете, сделала сегодня, не поленилась, сделала распечатку. А кто остаётся там в составе Совета директоров? Да тот же самый Коломойский остаётся. То есть деньги они зарабатывают во всех странах, а потом Коломойский говорит, тех, кто правильно работает против сепаратистов, будем поощрять деньгами. Слушайте, не получается ли так, что и наши деньги идут для того, чтобы война на Украине происходила? Вот это, кстати, тоже вопрос. Звонок у нас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, дорогое народное радио. Валентин Иванович, округ Троицк, в расширении Москвы. Я очень скучал последние две недели, когда был в отрыве от народного радио в поездке по Белоруссии. В Белоруссии проходил оздоровительный курс профессора Пирожкова «Сибирское здраво». очень доволен. В нашей группе были в основном петербургцы в возрасте до 86 лет. Некоторые с палочками, некоторые, ну, бодрые. И москвичи. Вот этот курс очень хороший дал импульс поддержание здоровья. Так, всё, всё, всё. Валентин Иванович, это получается рекламная пауза. Мы рады за ваше здоровье, что вы чувствуете себя лучше. Замечательно. Вот я думала, что вы расскажете нам о Белоруссии. Но о Белоруссии тоже обязательно поговорим. Так, ещё письмо от Гусева, что у нас помехи в радиовещании. Это, значит, мы уже говорили как-то в одной из передач. Вот помехи есть, действительно. Ну, я не знаю, как с этим бороться. Так, письмо Сергея Зотова, город Москва. Как помочь соратникам на расстоянии? Я живу в Москве, люблю делать партизанские вылазки в другие города, чтобы оказать поддержку соратникам в борьбе за наше, хотя бы не очень тёмное, а настоящее и светлое будущее. Но однажды я, объединившись с единомышленниками, выручил человека из беды, никуда не выезжая. Прочитав заметку об угрозе судом журналисту Знаменскому из Северо-Двинской рабочей газеты, поверил в его невиновность, сделал запрос на криминальную статью, получил её, убедился в справедливости талантливого журналиста. Просто статья возмутила читателя одной нерусской национальности своей открытостью. Автор защищал права русских, осмелившихся на то же самое, за что, как известно, такие русские иногда попадали и пока продолжают попадать в разряд фашистов, экстремистов и под суд. На основании какой-нибудь предвзятой экспертизы они получают срок и мотают их иногда вместе с уголовниками. Экспертиза на этот раз подтверждала и фашизм, и экстремизм. По личному опыту знаю, что в провинциальных городах судебные и следственные органы по некоторым причинам не жалуют столичное вмешательство в их дела. Именно поэтому связался с одной активной организацией, она тотчас, поднимая тихий шум, начала делать запросы в прокуратуру, автору жалобы, читателям газеты и саму журналистов, чем несказанно подбодрила и оборадовала. Тем временем я провёл переговоры с казачьей организацией, и заручился обещанием прибыть им на суд в энном количестве человек. Но на суд никто не поехал, не понадобилось. На мой запрос о дате и времени проведения судебного заседания и на решение митинга направить несколько участников для поддержки патриота из Архангельской облпрокуратуры пришёл быстрый, неожиданный ответ об отказе о возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступлений. Через некоторое время пришло письмо от Знаменского. Он благодарил нас за внимание и поддержку. Но слушайте, потрясающе. Вот потрясающе. Оказывается, можно так помогать людям, находясь далеко от них. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Говорите, говорите. Мы вас слушаем. Алло, алло. Да, да, здравствуйте. Доброе утро, дорогая господина. Я Татьяна Степановна. Эмилия Тимофеевна, Москва. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можем ли мы объявить траур в нашей стране погибшим на Украине и не включать телевизор, где там пляшут и поют наши безумные современники? И второе, можем ли мы создать фонд помощи Востоку Украины финансовый, продуктовый, прокопать под землей тоннель к ним на украинскую землю? У нас возможности технические, колоссальные. Метро строим. Вон Египет, Израиль, представьте, какие там многокилометровые тоннели. И мы поддержим хотя бы продовольствие, ну, если и моральные молитвы. Спасибо. Спасибо, Емелья Тимофеевна. Ну, вот я даже не знаю, что сказать. Может быть, действительно есть смысл. Но, вы знаете, как говорят, поспешай, не торопясь. Давайте дождёмся всё-таки. Вот сейчас пока ещё никто не голодает. Ну, нет такого. Давайте дождёмся какого-то, ну, 25-го хотя бы мая, посмотрим. И если, Емелья Тимофеевна, сами вы согласны вот этим заниматься, потому что слово «надо», вот когда все говорят «надо сделать» или «давайте сделаем», я всегда говорю «кому надо?» Вот кому надо, давайте сделаем. Давайте организуем, и тех людей, которые готовы поддержать, ну, будем собирать и будем делать. И действительно, наверное, вот эта народная дипломатия, народная активность, о которой вот только что мы говорили, прочитали письмо Сергея Зотова из Москвы. Вот, пожалуйста, человек оказал не помощь, а он оказал поддержку, и не только одному человеку, а целой идее. Когда говорят, а, русский человек, вот он фашист, он там такой-сякой человек начал говорить о патриотизме, о том, что надо спасать Россию. Ну, вот видите, но человек помог. И кто знает, может быть, мы все-таки протянем свою руку и действительно поможем. Спасибо вам, Эмилия Тимофеевна. И очень-очень хорошо, что вот это такие звонки есть. Самое главное, что заботиться о друге своя. Еще звонок у нас. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе, Татьяна Степановна. Мы истинно воскресеем. Вы знаете, вы правильно сказали насчет денег. То есть даже вот наши российские деньги работают на тех бандитов, которые сейчас творят беззаконие на Украине. Совершенно верно. Но я хотел бы немножко сказать другое. Необходимо, вот кто может, прочтите, пожалуйста, протокол вселандских мадрецов. И там все ясно, что творится у нас и на Украине. Там все сказано. Понятно. Спасибо вам. Только не забывайте представляться, кто вы и откуда. Я еще раз всем говорю, мы живем в своей стране. Нам бояться нечего. Мы говорим честно, мы никого не оскорбляем, мы не клевещим, мы не обманываем, мы говорим только то, что мы знаем хорошо. Некоторые говорят, что протоколы Сион всех мадрецов – это фальшивка. Но если это фальшивка, почему все идет по этой фальшивке, вот это непонятно. А вот вы сказали о банке, я опять говорю, Москомприватбанк. Вот я за это время нашла справочку. Так вот, Московский коммерческий Москомприватбанк, крупный столичный банк, специализирующийся на розничном бизнесе, является одним из лидеров рынка кредитных карт. Располагает хорошо развитой сетью продаж более чем в 30 регионах России. С апреля 2014 года полностью подконтролен консолидированной группе Бинбанка. То есть, один банк поглотил другой банк. Но при этом, вот эта справка вчера, я ее, или даже сегодня, в общем, ночью я ее распечатала. Так вот, совет директоров. Николай Давыдов, Геннадий Боголюбов, Александр Дубилет, Игорь Коломойский, Юрий Пикуш какой-то, Владимир Яценко, правление, Дмитрий Барбаянов, там и так далее, и так далее. Так вот, вот он никуда не делся, Игорь Коломойский. Считайте, что в центре Москвы банк это существует, не только на Украине, не только на Майдане, но и вот, ну, говорят, это Бинбанк теперь он называется. Это к вопросу о денежках и куда идут деньги. И, как говорится, кому война, а кому мать родна. А у нас звонок, пожалуйста, говорите. Татьяна Степановна, добрый день и приветствую всех наших слушателей. Я 9 мая традиционно была... А как вас зовут? Лидия Владимировна. Отлично. Я 9 мая традиционно была у Большого театра. Я сама из Сталинграда, и у меня мама медаль за оборону Сталинграда. И вместе, да, каждый год я туда хожу. И я в этот раз поняла, люди готовы к объединению. Люди готовы идти, защищать себя, свою собственность, я имею в виду, свое достоинство, свою Русь. И вы знаете, спонтанно возникали там самодеятельности. Посмотрите, что в печати, какие песни они пели. Например, «Священная война». Я коротко. «Священная война». Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с предателями Родины, с проклятой Ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, грядет война народная, священная война. Это вот «Священная война». Там и дальше есть еще слова. Если было бы время, я зачитала. И второе. «Прощание славянки». Тоже слова новые. «Много песен мы в сердце сложили, воспевали родные поля. Беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты голову поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Ну ты жертвой подлости стала тех, кто предал тебя и продал». И вот эти вот слова, там еще много куплетов. И вы знаете, еще про Катюшу есть там. И настолько народ, столько народу было. И такое поклонение, такая была, такой праздник был. И они пытались сам испортить этот праздник. До пол первого не пускали к Большому театру никого. Блокировали все буквально. То есть я хочу сказать, что народ готов. Как объединиться? Как это все, вот это вопрос самый главный. Как объединиться? Говорить много можно о всех недостатках, о предательстве, о подлости. Мы это все знаем уже. Даже самый последний, так сказать, бомж это знает. Но как нам объединиться? Как нам помочь нашей же земле? Вот этот вопрос. Спасибо вам огромное, Татьяна Степан, за ваш гражданский подвиг. Спасибо. Ну это не подвиг, это, ну как, у каждого из нас есть дело. Вот это мое дело. Ну, во всяком случае, мне так кажется. У вас есть свое. Спасибо вам за звонок, спасибо за то, что вы рассказали. Знаете, мне кажется, вот то, что вы сказали, что все сейчас понимают и говорите, грядет война народная, вот войны нам не надо. Мы свой лимит по войнам исчерпали. Вот давайте, вот смотрите, информационная война идет. Все же это понимают, что она идет. И когда 2 мая мы видели, что знали, что там заживо сжигают людей, а в это время переплясали. Действительно, Эмилия Тимофеевна правильно сказала, почему бы нам не объявить траур. Но давайте так, в душе мы каждый из нас это чувствует, каждый из нас вспомнит этих людей и, может быть, даже сходит в храм, может быть, свечку даже поставит. Мы же не можем никого, мы же не государственная организация, мы же не большие начальники, которые говорят, объявляем день траура. Меня, честно говоря, покоробило, что мы в эти дни только пели и плясали. Это наши братья. И нельзя это забывать. Звонок еще. Пожалуйста, говорите. Добрый день. Это Лилия Николаевна, Москва. Я хотела бы слушателей Народного радио призвать проголосовать за Народное радио по номеру 7515 с мобильного телефона набрать буквы латинские РЕГРСА 04204 Ой, ой, ой. Еще раз, да. Лилия Николаевна. РЕ РЕ Латинские буквы РЕ Г, русское Д РСС доллар А 04204 с мобильного телефона. 30 мая будут объявлены результаты конкурса «Лучшая радиостанция Центрального округа». Понятно, понятно. Вот. Проголосуйте, пожалуйста. Лилия Николаевна. Народному радио нужна помощь, в том числе и материальная. Лилия Николаевна, напишите, пожалуйста, сюда нам на все эти реквизиты, и, может быть, мы завтра в передаче объявим. А вот еще у нас еще звонок. Так, вот сейчас мне подсказывают, что конкурс завершен, 30 апреля будут объявлены результаты, уже голосовать не надо. Тем не менее, спасибо вам, Лидия Николаевна, и даже говорят, что какое-то у нас будет место. Я не знаю, выразится ли это в материальном каком-то поощрении, или грамоту дадут, не знаю. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Вот опять кто-то сидит рядом с приемником. Говорите быстренько. Это Москва, Лидия Николаевна, меня слышно, да? Слышно, говорите быстро. 9 мая парад был, и вот мавзолей был загорожен фанерой. До каких пор мы будем стыдиться своей истории? Это вот я о том, о преемственности истории. Если мы сами стыдимся своей истории, то что ж тогда за границей требовать от них уважения к нашей истории? Вот что я хотела сказать. Пора прекратить с этими фанерными заборами и содержать так, как было, и уважать свою историю. Понятно, понятно. Очень плохо было вас слышно, но суть ясна, что из песни слова не выкинешь. Хорошая песня, плохая песня, там, ещё какая-то песня. Но давайте, действительно, вот это наша история, это наше, вот то, то, что есть. Так, вот я читаю из письма Гаврилова, Гаврилова, это тот самый Гаврилов, который в Краснодарском крае очень часто пишет, и просто интересные есть слова. Несколько дней хожу под впечатлением от абзаца. Безвыходность положения представляется тем, кто мечтает опереться на людей вместо мощи мысли. Огорчение состояния людей текут, как волны реки. Ну, так, это понятно. Ну, вот самое главное, что здесь можно ещё процитировать. Он говорит, обращаясь к народному радио, мне нравится дотошность радио, когда вы всякий раз стараетесь добиться от гостя чёткой, сильной формулировки и его претензий к власти и предложений по спасению страны и народа. Последнее особенно важно. Таким путём формируется личная неподкуп... Вы формируете личную неподкупную бессмертную армию защитников Отечества. Так, и не считайте дней, когда вас просят ответ за все лукавства. Лучше спасайтесь уже сегодня и спасайтесь именно тем, что вы делаете для страны и для народа. Желаю успехов и крепкого здоровья. Благоврилов. Вот. Ещё письма. Вы знаете, писем-то много и всё рассказать невозможно. Я просто некоторые имена могу назвать. Вот некоторые письма, некоторые письма, вот я прямо выхватываю, Антонина из Подмосковья пишет, 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 так, как уничтожали людей. Сегодня в наши дни можно провести параллели с теми годами, но уничтожение народа идёт более изощрённым способом, развращая детей психически, морально, убиваются душа и разум не только одного человека, но всей семьи, родителей, бабушек, дедушек. При этом делается невинное лицо и круглые глаза. это так. И дальше «Ничего изменить нельзя, если только отодвинуть на время». Так, это, ну, здесь вот про Антихриста. Вы знаете, вот это, что вот пришёл Антихрист, ушёл Антихрист, это всё здорово говорить, но давайте, вот кто-то там верит в это, кто-то не верит, но самое главное, давайте вот смотреть на себя и смотреть на то, что я сегодня могу сделать на своём месте, потому что уповать только вот как, вот одно письмо я получила, молитесь, молитесь, я готова молиться, если это будет помогать общему делу. Но потом одной молитвой ничего не сделаешь, надо и дела какие-то. И вот те дела, о которых говорила наша Нина Леонидовна, давайте собирать вот эту, как она сказала, центр кристаллизации, давайте, 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 Нина Леонидовна, Вера Григорьевна, Александр Иванович, я сейчас, Эмилия Тимофеевна, вы посмотрите, какие у нас замечательные люди. Кстати, вот о звонках. Ко мне очень часто, ну не очень часто, но бывает, обращаются люди, обращаются люди, говорят, вы почему-то не принимаете мои звонки, почему-то вы не берёте. Запомните, все, кто дозвонились, все ваши звонки принимаются, не берутся звонки следующие. Если технические какие-то помехи, если человек уже замечен в том, но это не моя, вот у меня в эфире таких людей не было, которые высказывают какие-то, ну, как бы я сказала, слишком сомнительные какие-то идеи, которые могут помешать работе радио. Поэтому звоните, пишите, мы рады вашим письмам. Иногда бывают письма жёсткие, ну что делать, ну не всегда же нас хвалить, правильно? И иногда бывают письма очень добрые, даже ласковые, которые помогают жить, помогают работать. Я желаю всем нам, всем нам вместе здоровья, сил, потому что нас ждут ещё большие дела, я не говорю хорошие, плохие, но всем нам ещё будет тяжело, и нужно преодолевать то, что нам посылает судьба. Всем всего доброго, передачу вела я, Татьяна Федяева, до свидания. Народный интерес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова